Ну что, привет, мои не сломленные и не зла мне. Ох, сегодня ночка была. Орки настолько сильно хуярили, что мы вынуждены были прятаться постоянно. Ну, сейчас вроде поутихли, хотя, честно вам скажу, пока ночью стреляли, то с неба падало много их говна. Ну, а много говна – это признак того, что будет много денег. Главное, чтобы не рублей, потому что много рублей – это теперь мало денег. Война в Украине идет настолько по плану, Киев и Мариуполь настолько взяты, а операция настолько успешно складывается для русских, и Зеленский настолько успешно деноцифицирован, что у Шойгу случился инфаркт. Поговаривают, Вова Хойлиша настолько расстроился, что его намахали с украинским караваем и песнями. Ну, то, что украинцы будут его так встречать. Не, ну тут все понятно. А кто бы не расстроился, если тебя предают самые твои близкие? С кем ты там по тайге скакал, кувыркался и шамана про здоровье мужское просил? В общем, я думаю, что у Шойгу, наверное, не инфаркт, а какая-то специальная операция на сердце ржавым скальпелем или специальная операция на жопе гнилым пеньком или специальная операция на глазах. Дагестанским хуем. Хотя, если у них такой же пиздец в медицине, как и в армии, то и ржавого скальпеля у них нет. Скорее всего, делают шунтирование бабушкиными спицами. В общем, Кожугетыч, мы всем украинским народам желаем тебе здоровья. Ты нам еще о здоровом в Гааге нужен. Местное время в Чернобаевке. Вам пизда часов и пиздец минут. Обращаюсь к немцам. Хуже с вашей помощью. Давайте вы после нашей победы выпустите песню Майл «Чернобаевка, Чернобаевка, все остальное – компромисс». Чернобаевка и Мабеса. Состоялся саммит НАТО, на котором обсуждали войну в Украине. Результатом саммита стало решение вступить НАТО в террабарону Ирпеня. Правда, пока НАТО немного не дотягивает необходимым критериям решительность и храбрость. Чубайс сбежал с России. Блядь, я еще Чубайса не обсуждала. Кому он нафиг всрался, скажете вы? Ну, согласна. Хотя это последняя возможность обсудить Чубайса. И все равно, не понимаю, кому он всрался, чтобы сбегать. За голову надутую толулой объявлено вознаграждение. Две тысячи долларов. Вы, блядь, представляете себе, как низко мы оценили голову этой Фифы. Я ночью, но между бомбежками, зашла на OLX и что я обнаружила? Чучело европейской выдры. Ребята, стоит 7500 гривен. Получается, голос поколения свободы оценили. 8 выдр. Дешевенько. Ребят, у меня есть план. Давайте эту мочекаловую выдру пригласим на корпоратив. Цена – килограмм сахара и грамм героина. А сэкономленные деньги отправим сами знаете куда, чтобы было чему в Чернобаевке встречать. Ребят, мы продолжаем нашу борьбу. Вся команда «Вечера» сейчас работает не только информационно, но и территориально, оборонно, гуманитарно в разных районах Украины. И не только. Нам очень нужна ваша поддержка. Ради того, чтобы проект существовал, вам нужно сделать малое – стать нашим патроном. Система «Патреон» Ленина Соколова работает для того, чтобы вы давали нам возможность существовать. Напомню, сейчас наша программа не выходит на телевидении. Мы есть только в интернете. Ну и напоследок в дискуссионный видео-вопрос. Молодой команде «Шутинь» есть оборону. Я тебя награждаю. Поздравляю. С удовольствием. Желаю тебе вызову, стать на ноги. Как скоро Россия наконец-то встанет на ноги? Ответы пишите в комментариях. И не забывайте – мы нация несломленных победителей. И мы непременно покажем хуйлу, что такое Украина. Слова Сбройным Силам Украины, слава нашей стране и спасибо, что мы живем среди вас. Вы крутые. Обожаю. До встречи на следующей неделе между бомбежками. Пока. Субтитры подогнал «Симон»